чтобы обеспечить прикрытие своему попугайчку ЧТОООООO Привет бро меня зовут пози И сегодня мы вместе с тобой будем смотреть лайфхаки от трум трум И вы не поверите 10 милых причёсок для детей за пару минут мне кажется что этот парень точно недоволен ПАПА Зачем ты это делаешь Или же 15 смешных пранков над лучшей подругой Смотрите из фена начала лететь мука а а а а а вот это пранк сейчас зубы выбью мне кажется так ответит подруга ну и наконец таки как принести животных в школу зачем с большим уважением каналу трум-трум этот ролик сделан чисто развлекательных целях он нанесет цели оскорбить канал трум-трум у них 9 миллионов подписчиков у них подписчиков больше чем у меня я их точно не собираюсь оскорблять так что сейчас мы с вами просто посмотрим их лайфхаки и возможно добавим некоторые свои комментарии кому слабо челлендж сарика тут у парня ноготочки или кликнуть на гигантские аксессуары для ванной комнаты зачем такая гробная зубная паста зачем ладно окей давай мы посмотрим этот видос мой самый страшный кошмар вау 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 полегче клянусь чистить зубы намного тщательнее я представляю как она чистит зубы этой огромной зубной щеткой мне кажется что ее эмаль похоже на на этот стейк после этой огромной зубной щетки пора почистить зубы на и щетка кажется по-настоящему неподъемной да откуда вы достали эту зубную щетку я не понимаю тонну о нет она и вправду гигантская у них еще какая-то нереально огромная раковина почему такая большая раковина почему на это никто не обращает внимание о нет она и вправду гигантская жесть с хозяйственной щетки срезаем ручку это типа крафт огромной зубной щетки но теперь это все ясно я-то думал как мне скрафтить огромную зубную щетку чтобы с ней ходить по дому теперь я буду знать что случилось она все-таки это сделала нет 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 положи ее обратно с моей зубной щеткой я могу почистить все лицо тебе повезло что ты еще осталась жива окей с этим лайфхаком все понятно давай что-нибудь другое посмотрим например как принести животных в школу но зачем оказалось глобус нужен не только для урока географии в нем отлично живет гигантская улитка мне всегда было страшно прикасаться к улиткам мне казалось что после того как я сниму эту улитку я увижу обглотанную кость учительница тамара поппинс должна идти на работу ну как же не хочется расставаться с этой милой собачкой поэтому возьмем мы ее с собой в школу на работу чтобы она насерила прям там ну а как ты будешь выгуливать собаку во время учебы как фру-фру ты должна остаться дома о ее зовут фру-фру ну кстати я должен поставить лайк за собачку собачка очень милая не скучай мамочка скоро вернется бедная фру-фру не любит оставаться одна бедная фру-фру боится оставаться одна давайте мы поддержим этот ролик лайком чтобы фру-фру не было так грустно и хозяйка я тоже хочу в школу ну ладно возьмем тебя с собой в школу ночью нет а такой милый песик руки учительница постоянно думает про свою брошенную собачку и читает эсэмэски от собаки и та собачка пишет этой учительнице и по тебе скучаю она отвечает я тоже целую сердечки сердечки надеюсь она не погрызла все туфли и подушки мне кажется что там происходит самый настоящий хаос все цветы перевернуты все кружки раздолбаны милый песик жаль что нельзя проносить питомцы прям как мои коты постойте а что это за звук кажется одна из учениц пригрела на груди что-то подозрительно пушистая неужели она учится в школе о а сзади девушка похожа на катю клэп я не думаю что эта девочка учится в школе мне кажется что она уже давно студентка неужели ее оставили на второй год ты что там прячешь морскую свинку да это же морская свинка у меня у одного появляются очень забавные шутки в голове зачем держать ее за пазухой это же морская свинка если можно положить в специальный рюкзак специальный рюкзак для морских свинок в школу что в рюкзаке вводим пластиковую полусферу аккуратно вырезаем отверстие а и приклеиваем внутрь полусферу а чем она будет дышать а понятно у нее будет свой собственный скафандр блин ну а как потом выгребать дерьмо от морской свинки из этого рюкзака Покажите мне какой-нибудь другой лайфхак, как мне это сделать? Прошу прощения, не хотел так грубо, не, я только что подумал, я сказал слишком жестко, я хотел сказать, как вытаскивать какашки? Я предпочитаю тихих, молчаливых и умиротворенных рыбок. А потом случайно во время урока выпил всю воду, потому что ты задумался. И все. Я думаю, плохая идея брать с собой домашних животных в школу. Но я хочу посмотреть, что же они придумают дальше. Тарантула с собой в школу! Это же, это же птицеед! Блин! Я представил, как он у меня ползет по руке. У меня мурашки по коже от вида этого паука. Представь такую ситуацию, что ты случайно перепутал коробки и посадил паука в коробку с сэндвичем. И ты такой, откроешь сэндвич, а у тебя там огромный паук. И представь, он такой, вот так вот неожиданно выпрыгивает. Ты, наверное, сейчас испугался? Наверное, испугался. Знакомьтесь, это Чарльз Вильям Третий. Он настоящий покоритель женских сердец. Посмотрите, в него уже влюблен. Лайфхак для тех, кто хочет познакомиться с девушкой. Подходишь и такой говоришь, хочешь посмотреть на моего хомяка? И потом показываешь им хомячка, вот этого миленького принца Чарльза. Если тебе, конечно, сумкой по лицу не прилетит. А то мало ли о чем они подумают. Кого вы дальше принесете в школу? Зачем кому-то понадобилась такая стопка книг? Уж точно не для урока. Все для того, чтобы обеспечить прикрытие своему попугайчику. Что? Принести попугая в школу с огромной клеткой. Да, действительно, это так беспалевно. Учителя, конечно, ничего не заподозрят, когда услышат чириканье в классе и огромную клетку на столе. Это самый беспалевный лайфхак. Вот реально, посмотрите. Да не, 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 это же вовсе не картон. Я подумал бы, что это книги. И таскал бы их с собой везде. Эй, поищи в пенале. Может, у тебя есть запасная? Тсс. Тсс. В моем пенале есть только... Огромный тарантул. А, нет, огромный таракан. Я ошибся. Жесткий пенал, оклеиваем полосками фоамираны. Нет, нет, все, я больше не могу. В пенале таракан. В ланче огромный тарантул. Вместо книг клетка с попугаем. В портфеле морская свинка. Для меня это слишком. Зомби в школе. Зомби канцелярии. 11 идей. Тоже что-то связанное со школой. 12 невероятно простых лайфхаков с арбузом. Но арбузики-то я люблю. Летом особенно. Уф. Опа, арбуз прикатился к ноге прямо. Ну-ка, подкинь мне арбуз. Давай на голову, я отобью. Привет, арбузик. Привет, бу-бузик. Это ребята зовут Кристи. Играть в арбузный боулинг. Арбузный боулинг? Представьте такой официальный вид спорта. Арбузный боулинг. Кока-колы окрашиваем зеленым и красным акрилом. О, нет. Только не говорите, что вы делаете из колы кегли. Нет, нет. Не могу в это поверить. Серьезно. Они будут сейчас играть в боулинг. Ой-ой-ой. Чемпионат по арбузоулингу. Ставим арбузные кегли. Да, у Кристи неплохой результат. Все. Это просто отвал. Вместо того, чтобы просто взять и съесть арбуз, они играют им в боулинг. О, это почти страй. Красава. Ну, а теперь съешьте, пожалуйста, этот арбуз. В арбузе попкорн. Для этого есть тарелки. Зачем? Ну, давайте, расскажите, как мне это сделать? Как мне сделать это огромное ведро? Заотрезаем верхушку. Вынимаем мякоть. И едим ее. В микроволновке готовим попкорн. И потом засыпаем туда попкорн. Логично. На арбузе отмечаем место для крана. О, господи. Ха-ха. У меня чуть микрофон не вывернулся. Я пальцем его зацепил. Вырезаем отверстие. Вставляем туда краник. Сверху обводим крышечку от Кока-Колы. И вырезаем отверстие. Мы создали кулер. Да ладно? Закрафтили кулер из арбуза. Не, ну, если ты живешь в джунглях, то да, возможно, это пригодится. Вставляем внутрь бутылочки Кока-Колы. Хм. Где-то я видел подобные лайфхаки. Только там они просто заливали колу в арбуз. Как бы они не взбивали мякоть. Интересно, получится ли из этого арбузная кола? Хм. Так, ну они туда заливают колу, окей. Сейчас будут наливать ее. Это не просто арбуз. На, подержи арбуз. Так, уронила случайно оттуда кола выливается. Ты что, псих? А арбузный коктейль с Кока-Колой. Он зубами открыл крышки. Чуваки из Трум-Трума, вы красавчики. Если вы умеете зубами открывать крышечки, напишите мне, пожалуйста, на почту. Опа! Зарядим аппарат. Ты что, сумасшедший? Что ты делаешь? И пьем прямо с крана. Аааа. И получается у нас пивасик. Кола, попкорн и арбуз. Идеальное сочетание. Пора сделать дом из арбуза. Пора сделать кровать из арбуза. Пора сделать человека из арбуза. Сможете сделать человека из арбуза. Ловите мой челлендж. Крестики-нолики на бумаге уже надоели. Поэтому давайте сыграем с тобой в крестики-нолики на арбузе. Все, давай, проваливай. Надоело играть в крестики-нолики. На доске тоже. Тоже отстой. Бен придумал новые крестики-нолики арбуз стайл. Так, 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 погодите. Я не успеваю воспринимать информацию. Он реально будет играть в крестики-нолики на арбузе. Пиздец. Отрезаем круглую дольку арбуза без косточек. И делаем платформу для крестиков и ноликов. Черную лакричную конфету разрезаем на полоски. Ребят, вот реально, напишите в комменты. Кто из вас пробовал хотя бы один лайфхак от Трум-трум? Играть в крестики-нолики на арбузе. С помощью лакрицы. Мне казалось всегда, что крестики-нолики это та самая игра, для которой нужен всего лишь листик и карандаш. Вот так, чисто поиграть там минутку с другом во время урока. Вот и все. Где я достану арбуз, мать его? Выкладываем на дольки арбуза клеточное игровое поле. И с помощью круглой формы вырезаем игровые шашки. Это звучит настолько абсурдно, чуваки. Это звучит очень абсурдно. Я не могу больше смотреть эти лайфхаки. Я сейчас сойду с ума, серьезно. Трум-трум, что вы творите? Выкладываем шашки на игровое поле светлой и темной стороной. Так можно сделать и шахматное поле. Можно из арбуза вырезать фигурки, коня, королевы, дамки. Зачем ограничивать себя крестиками и ноликами? Мой парень псих. Она, наверное, так думает. Ой, ладно. Все, он победил. Ребята, для вас задание. Красиво нарезать арбуз. Как можно красиво нарезать арбуз? Челлендж начал тянуть. Тоже круче нарежет арбуз. Бен использовал классический стиль. Нарезка треугольником. Стоп, его зовут Бен? Я думаю, что его зовут Саня. Или Никитос. Но точно не Бен. Он король геометрии. Ну как, ставишь арбузный лайк? Я могу нарезать арбуз гораздо лучше. Приготовься восхищаться. Из арбуза с помощью формочки вырезаем круглые дольки. Чуть приподнимаем дольки, чтобы они выглядывали из корочки. О, а это, кстати, выглядит четко. Из этого можно сделать что-то похожее на бомбу из Overwatch. Да! Я именно так себе это и представлял. Ну ладно, это выглядит необычно. Но есть, конечно, один минус у этого лайфхака. Ты не вырезаешь весь арбуз. Потому что внутри остается еще куча-куча всего вкусного. И ты просто дырявишь арбуз. Это странно. Вот это интересно. Просто и быстро. А можно мне тоже арбуз? Конечно, да. Бери арбуз. Он что, с пивом? Этот чувак такой. Бен, у меня для тебя сюрприз. Очередной арбуз, как оригинально. Ну что ж, выберем разделочный нож. А там хлопушка, да? Меткий удар и арбуз повержен. Что? Желе? Так, так, так. Вот это уже интересно. Что это внутри? Да ведь это жельбуз. Жельбуз? Верхушку арбуза. Так, понятно, опять там все выкачали, опять все вылили. Все это сделали через формочку и залили туда желатина с вишней. Мне кажется, или Бену плохо? Очень вкусно. Положи, я еще не доел желе. Для лучшего друга у нас есть пранк. Самое модное блюдо сезона – арбузная лапша. Спорим, такого ты еще не ел? Вытаскиваем оттуда мякоть, заливаем туда дошек. Готово. Арбузный дошек. Из арбуза можно сделать все, что угодно. Это у нас были арбузные лайфхаки. Нет, слушай. Ну, похоже, нашему другу очень понравилось это блюдо. Ну, надо же. А потом он будет сидеть на туалете пару дней. Так, все, с меня хватит лайфхаков от Трум-трум. Чуваки, если вам понравился этот ролик, если вам понравились эти безупречные лайфхаки, если вам понравилась моя реакция, то влепите свой лайк и подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Увидимся с вами в следующих видео. Адьос. Пойду сделаю машину себе из арбуза. Блэйтайм. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok